Театры Новосибирска готовятся к новому сезону. Артисты репетируют спектакли из прежнего и нового репертуара. Процесс проходит с соблюдением всех санитарных норм. Что ждет новосибирцев в новом сезоне, расскажет Анна Буянова. Репетиция премьеры в «Красном факеле» похожа на совещание. Актеры обсуждают с режиссером нюансы постановки. Готовят пьесу «Сухого кобыли на дело». Два века назад ее трижды запрещали к показу. Спектакль рассказывает о чиновниках и коррупции. Я играю Тарелкина, чиновник, который такой достаточно нестандартный, парадоксальный, в котором, назовем это так, чиновник, у которого есть фантомные боли по человеческим чувствам. Пускай это звучит странно, но чиновник, который очень человечный. Премьеру спектакля запланировали на середину сентября. Артисты надеются, новый театральный сезон начнется вовремя. Репетировать постановки, но не показывать их зрителям уже устали. Искать, чем заполнить свободное время тоже. Денис Ганин, к примеру, во время самоизоляции начал работать курьером. Андрей Яковлев пахал землю, а Михаил Селезнев увлекся компьютерными играми. Я познакомился с прекрасной игрой, называется «Ведьмак». Я прошел ее от начала до конца. Я читал книжку, я играл в игру, я смотрел кино. Это раз. Во-вторых, у нас, наверное, ничего не останавливалось. У нас были репетиции. В зуме мы репетировали. Активно готовится к новому сезону и театр «Старый дом». Репертуар расписали вплоть до весны. Открываться планируют премьерой спектакля по рассказу Татьяны Толстой «Петерс». Репетируют артисты и новый музыкальный спектакль с рабочим названием «Люблю-не-могу». Мы работаем над пьесой, которая написана Ольгой Никифоровой, состоящей из большого количества небольших эпизодов, которые выстраиваются в единый сюжет. Про что это? Ну, это про любовь, прежде всего, и про жизнь. И про то, как мы порой не видим важного рядом или пропускаем что-то важное, и потом к этому возвращаемся. Из окон музыкального театра вот уже несколько дней доносятся звуки вокальных партий. Открыть новый сезон планируют в начале октября. Сейчас артисты вспоминают прошлые роли и репетируют новые. В комнате максимум два вокалиста и концертмейстер. Больше людей в одном помещении быть не должно постановления Роспотребнадзора. Репетировать при таких ограничениях, признаются артисты, сложно. Особенно трудно приходится музыкантам оркестра. Общего состава оркестра мы не планируем сейчас репетиции проводить, потому что у нас есть пока возможность групповых репетиций. Это может быть по группам ударная группа, группа духовых инструментов, группа струнников. Ну, кроме того, еще и по инструментам отдельно скрипки, отдельно виолончели. А вот артистов в молодежном театре «Глобус» пока нет. Сбор труппы только на следующей неделе. Актеры репетируют онлайн. Так что тишину в холле нарушают лишь звуки молотка рабочих. В театре идет ремонт. Тем не менее, начать новый сезон артисты будут готовы, как обычно, в сентябре. Первым делом нам необходимо восстановить те обязательства, которые у нас тянутся с прошлого сезона. Те премьеры, которые мы собирались осуществить и не дорепетировали, это должно произойти. Актеры готовы выходить на сцену даже при полупустом зале, если распотребнадзор потребует обеспечить между зрителями социальную дистанцию. Главное, чтобы театрам разрешили работать. Но пока решение об этом в регионе не принято. Анна Буянова, Денис Савинский и Дмитрий Кан. Новосибирские новости.